МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Донецком направлении из минометов 120-го калибра обстреляли доломитное, а из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Зайцево, Авдеевку и Верхнеторецкое. Всего 32 обстрела. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Военная проверка. Украинские представители с 16 по 19 января проинспектируют российские военные части в Ростовской области. Согласно Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщили в Минобороны Украины. Проверят российские воинские части в Ростовской области у границы с Украиной. По итогам инспекции подготовят отчет. О его результатах сообщат странам-участницам ОБСЕ. Украинская разведка регулярно сообщает. С российской территории через неконтролируемый участок границы боевикам на Донбасс направляются живая сила, боеприпасы и топливо. До склада инспекционной группы плануете... В состав инспекционной группы войдут два представителя от Украины, один от Канады и один от Королевства Дания. Инспектированию подлежит территория указанного района Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины. В рамках инспектирования будет в частности получение информации от командиров российских подразделений. Планируется осуществить вертолетный облет. Также провести сухопутную проверку указанного района. Цель этих мероприятий – проверка наличия или же отсутствия военной деятельности частей и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, о которой должны сообщать заранее. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в понедельник соберется в Минске. Это первая в этом году встреча представителей Украины, России и ОБСЕ, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Предыдущее заседание состоялось 21 декабря. Тогда приняли решение о введении режима тишины в зоне АТО на новогодние праздники с 24 декабря. Боевики нарушили договоренности в день их введения. В Минобороны Украины сообщили, за последние полтора месяца пророссийские силы более 1700 раз обстреливали бойцов Вооруженных сил Украины. Почти в 700 случаях применили запрещенное вооружение. Родственники погибших в катастрофе Боинга на Донбассе будут требовать возобновить поиски останков жертв. Сообщает Deutsche Welle, цитируя главу организации, которая объединяет родных жертв катастрофы рейса MH17. Накануне прокуратура Нидерландов подтвердила, останки, обнаруженные голландскими журналистами на Донбассе, принадлежат одной из жертв. 9 января власти в аэропорту Амстердама изъяли у Михеля Спекерса и Стефана Бека, найденное ими на месте крушения самолета. Боинг-777 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донецкой областью. 17 июля 2014 погибли все 298 человек. Расследование показало, по самолету стреляли из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его доставили из России и применили с оккупированной боевиками территории. Один из друзей и адвокатов Украины Джозеф Байден посетит 16 января Киев. Запланированы двусторонние встречи с президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом. В Белом доме отметили, поездка Байдена усилит содействие США в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности. Страны уже 25 лет поддерживают дипломатические отношения. Для встреч с властями в Киев Байден приезжал неоднократно. Выступал в украинском парламенте. Резко осуждал вторжение России в Украину. Подчеркивал, США никогда не признают аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе. Одобрительно высказывался об украинских реформах. Джозеф Байден покидает свой пост 20 января после наугурации избранного главы США Дональда Трампа. Вице-президентом в его команде станет Майк Пенс. 25 лет назад Верховная Рада приняла музыкальную редакцию государственного гимна Украины на музыку одного из основоположников украинской композиторской школы Михаила Вербицкого. Впервые песня «Щеневмерла Украина» прозвучала в перемышле 10 марта 1865-го в годовщину смерти Тараса Шевченко. Слова украинского фольклориста и поэта Павла Чубинского. Парламент Украины узаконил текст гимна 6 марта 2003-го года. Это первый куплет патриотического стиха и припев. Изменилась и первая строчка оригинала Чубинского «С «Щеневмерла Украина» на «Щеневмерла Украины». Ни слава, ни воля». Повреждённые, но одухотворённые. В музее Ивана Гончара представлена выставка икон, которые прошли испытания временем, войнами и политикой советского атеизма. Святым затирали уста, выкалывали глаза, секли руки и лики. В фондовой коллекции образа от 16-го до конца 19-го века. Вторую жизнь в них вдохнули реставраторы. Они отобраны не потому, что с какого-то региона или определённого времени. Выбраны именно те иконы, которые вот-вот могли просто исчезнуть, потому что почти везде было потеряно изображение. Реставраторы законсервировали этот момент. Вообще-то украинская культура, она где-то в таком состоянии. Это образность, что много что разрушено и безвозвратно потеряно. Образное и название экспозиции «Ремиссия» для выставки имеет двойное идейное значение. С одной стороны, это восстановление духовности. С другой, особая миссия, возложенная на иконопись. В центре выставки царские врата из неизвестной церкви 17-18 века. Их нашли просто в лесу. В Голосевском лесу стояла разрушенная мастерская. Там мой знакомый художник работал. Он звонит мне и говорит, здесь валяются какие-то доски с иконами. Я пришёл и нашёл эти царские врата из церкви. Также экспонаты собирали по сёлам, разрушенным церквям. Некоторые принесли люди, некоторые купили на антикварных рынках. Все с разных регионов Украины. Музейщики подчёркивают, неповторимость икон бесценна. В экспозиции таких образов представлено около трёх десятков. Ещё несколько сотен ждут реставрации. Олеся Гурбик, Тимофей Сорокин, Юэй Ти Ви. Ласкаво запрошу на хутор Савки. Так весело на своём хуторе пан Савка уже 14 лет встречает гостей. За это время их тут были сотни из более 90 стран. Едут сюда за самобытным украинским колоритом. Во дворе всё дышит историей. Тут две хаты, которым более 100 лет. Старинные ульи, погрем с продовольствием. Всё собрал пан Савка по сёлам. Так жили когда-то в нашей местности люди. Здесь есть место для выпаса скота, поля для посева. Кроме того, здесь есть жернова для помола муки и кузница. Эта хата стоит тут более 100 лет. Построена по всем канонам. Из древней, чтобы такую свести, на отведенное место приглашали старца. Рано утром он определял стороны света. На восход солнца закладывал первую колоду. На её месте мастера возводили самый главный восточный угол дома – покуть. Место в углу всегда было для хозяев, для старейшины. Дед сидел в углу. Самый крайний напротив сидел внучек. Покуть – это святое место. На углу также сидели молодожёны. Там особенно намоленное место. Там висит икона. Напротив иконы ещё одна святость – печь. Благодаря ей человек приручил огонь. Находится она по левую руку от двери и обязательно напротив окна. Печь – это особая личность. Это живое существо. Она соединила в себе две стихии – огонь и воду. Чтобы приготовить обед, её нужно растопить ещё в 6 утра. За несколько часов дрова сгорают, и только тогда хозяйка ставит горшки. В таких горшках готовились только первые блюда. Если посудина в печи опрокинется, то вытечет только вода. Ингредиенты все останутся. Благодаря узкому горлышку. А это макитра. В ней варили кашу. Размер позволяет её вымешивать. Когда всё приготовилось, хозяйка выгребала залу в запечек и накрывала жар. Он сохранялся до трёх суток. Поэтому женщина – хранительница семейного очага. Она всё время поддерживала тепло в печи. Не только в печи, но и в детской люльке. Всё время поддерживала тепло. Ребёнок всегда был на расстоянии вытянутой руки. Во время всех домашних дел колыбель можно прикрепить в любом уголке хаты. На гвоздик, на колоде. Кроме того, на ней хранили важный атрибут воспитания. На определённой высоте всегда был обязательный атрибут дома розга. Если ребёнок провинился, её использовали как психологический воспитательный момент. Била она не сильно, но воспитывала хорошо. Воспитывать детей в духе патриотизма и познакомить их с самобытной украинской культурой. Такую цель поставил пан Савка. Так и возникла идея создать этот хутор. Вторую хату сам перевёз и здесь собрал. Эта хата совершенно отличается от предыдущей. Мы точно знаем, ей более 160 лет. Перевёз я её с Житомирщины и собрал здесь. Этот дом больше, есть и значительная разница между печами. В хате из Житомирщины печь поднята на четырёх столбах. Они не дадут ей намокнуть в случае наводнения. А печь боится воды. Изготовлена она из кирпича и глины. Размер позволяет внутри помыться взрослому человеку. В ней за раз можно испечь 20 буханок хлеба. Также печь использовали для отогревания при простудах. Этот главный персонаж всегда в хату заходил последним. И оставался невредимым даже после пожара. Сеют, потевают и всяческих благ желают. В Национальном музее истории Украины щедруют для защитников страны и их близких. Щедровки с калядками исполняют пять фольклорных коллективов. Дети и взрослые с радостью делятся рождественским настроением. И рассказывают о старинных украинских традициях. Калядники приходили в дома, поздравляли хозяев, пели им. Спрашивали, есть ли молодая незамужняя девушка. Потому что замужним калядки со щедровками не пели. Засевали на добро, на деньги, чтобы хозяйство было большим, чтобы были здоровье, любовь. Праздник стал заключительной частью выставки под названием «Если бы не война». Видите, сколько здесь портретов людей, которые пошли на войну. Какие красивые люди на этих портретах. Я думаю, сегодняшний концерт – очень хорошее дело. К тому же, таким образом, музеи становятся ближе к людям. Этот праздник для семей бойцов АТО, для наших армейцев, для добровольцев, для семей Небесной Сотни, чтобы они почувствовали это настроение и переживание каждого из нас. Благодарность за то, что мы живем в мирном городе, в мирной Украине. Чрезвычайно понравилось. На самом деле, сейчас очень не хватает таких мероприятий. А это ведь родные народные традиции. Дай Бог! Дай Бог! С песней идут участники фестиваля «Коляда» в Старом Селе. Сакарпатские коллективы собрались в Ужгороде. Многие участники колядуют на языках национальных меньшинств. Так поют на Венгерском. Коллективы из Береговского района привезли специальный кукольный вертеп. На Закарпатии его еще называют бетлегем. Это бетлегем, где рождается Христос. И у нас кукольный бетлегем. Это редкое явление для Закарпатия. На Береговщине это бывает, да. В Бетлегеме участвуют только парни старшего возраста от 16 лет. Младшие ходят со звездой. Закарпатия многонациональная. Здесь переплелись все культуры национальных меньшинств. Береговский район – это подавляющее большинство венгров. Но мы дружно сотрудничаем, женимся, дружим. Так как сегодня каляда на украинском тесно переплетается с венгерской. В традиционном вертепе обязательно присутствуют дед, пастухи, ангелы и черти. Есть хорошая сторона – ангелы, пастухи. А черт – как бы плохая сторона человека. Но на удивление всегда черт вызывает реакцию лучше, чем ангел. Миша – самый младший участник. Сейчас ему 10. Но опыта уже не занимать. Ведь калядки начал разучивать чуть ли не сразу, как научился говорить. Начинал я с бабушек и родственников. Калядовать меня учила мама и бабушка. Ну, 100 – не знаю. Но 7-10 – знаю. Все наши калядки пели еще бабушки, наши мамы, родители. Мы стараемся обязательно передать традиции нашего региона. Так рано, раненько, радуйся, земленько, Христос, намся, народи. Раньше я жила в Донецкой области. И у нас никогда никто не калядовал на Рождество. Ходили только, может, к родственникам. А здесь все друг к другу ходят. И всех очень гостеприимно встречают, празднуют вместе. Фестиваль «Каляда» в Старом селе проходит в Ужгороде уже седьмой раз. С каждым годом он привлекает все больше участников и гостей в этот живописный уголок Украины.